Бишкек 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 118 человек. Имеется случай заражения из числа прибывших авиарейсами из-за рубежа. Возможно, они заразились в самолете, так как полет длился не менее 4-6 часов. Также высоковероятность заражения в местах обсерваций, организованных для прибывших граждан из-за рубежа. В связи с чем, в целях сохранения здоровья себе и близким, и если у вас есть и имеется возможность и жилье, просим вас переждать пандемию в месте пребывания за рубежом до улучшения эпидемиологической ситуации в Кыргызской Республике. Вирусологическая лаборатория ИЦГСН по состоянию на 4 мая проведено исследование отборных мазков на коронавирусную инфекцию у 11 076 граждан. Для обеспечения круглосуточного дежурства на 22 санитарных постах организовано на приграничных районах города Бишкек определены 146 медицинских работников из городских медицинских учреждений. С 11 мая в случае снятия чрезвычайного положения мэрия города Бишкек рассматривает вопрос о введении определенных ограничительных мер при въезде в столицу для автомобилей и людей. По предъявлению, это предъявление наряду с пропусками и справками о прохождении анализов посредством экспресс-тестирования либо теста ПЦР. Кроме того, мэрия города Бишкек рассматривает вопрос совместно с ГУВД города Бишкек о введении карантинных мер в установке внутренних санитарных постов внутри города Бишкек для ограничения передвижения автомобилей и пешеходов. Мэрия города Бишкек изучает и будет ужесточать карантинные меры в жилых массивах. Кроме того, при необходимости районными администрациями совместно с уполномоченными органами будут установлены санитарные посты и проверка всех очагов, где были выявлены зараженные и контактные лица. Усиливаются меры по выявлению и поиску контактных лиц в городе Бишкек и лиц, въезжающих на территорию города. В целях минимизации распространения коронавируса в городе Бишкек запущен механизм по ранней диагностике. Жителям города Бишкек при подозрении на коронавирус необходимо известить соответствующие службы и максимально минимизировать контакты. При первых признаках ОРВИ необходимо по телефонам сообщить 103-112. Вместе с тем граждане могут получить оперативную медицинскую консультацию по вопросам самодиагностики, позвонив на горячую линию 118. Всего по горячей линии проконсультировано 4823 человека. Медики принимают данную информацию по телефону, подробно выясняют все детали самочувствия позвонившего горожанина и заполняют специально разработанные анкеты. Дорогие горожане, вы можете позвонить, есть тестный контакт с инфицированным коронавирусом, были в точках обсервации или домашнем карантине. Если есть симптомы, высокая температура, кашель, отдышка. В случае угрозы выявления инфекции к вам домой выйдет мобильная бригада медиков, которые сделают анализы на дому, для чего в городе сформировано 40 мобильных бригад. Мобильные бригады сформированы для наблюдения за состоянием здоровья лиц, находящимся на карантине в домашних условиях. Для организации работы мобильных бригад мэрии города Бишкек выделен транспорт, питание, ГСМ и средства индивидуальной защиты. Всего мобильными бригадами произведено 7900 выездов, взято 5400 анализов ПЦР и 3500 экспресс-тестов. Во исполнении решения республиканского штаба с формированными мобильными бригадами проводится работа по обследованию и отбору анализов по 75 очаговым местам, особенно по жилым массивам. На 4 мая было обследовано 2073 двора и 690 человек прошли экспресс-тестирование, в результате чего у 9 подтвердился положительный результат, 681 отрицательный. Всего 4784 человека были сняты с домашнего карантина. Остаются на домашнем карантине 815 человек. Из городского бюджета выделен 1 миллион сомов городскому управлению здравоохранения для организации обсерваций медицинских работников. В связи с послаблением чрезвычайных мэрий, мэрия города Бишкек убедительно просит горожан и гостей столицы в случае поездок и пеших походов по городу от выхода из дома и возвращения домой. Запоминать и записывать транспорт либо службу такси, на котором вы передвигались, в какой магазин заходили, всех лиц, с которыми вы контактировали ближайшие 14 дней. В случае, если ваши родные, близкие и знакомые будут выявлены зараженными COVID-19, в период эпидемиологического расследования гражданин должен обозначить круг всех контактных лиц. Уважаемые горожане и гости столицы, имейте в виду, что любые контакты, встречи, выходы на улицу, в магазин или поликлинику создают угрозу заражения коронавирусом. Призываю горожан и гостей столицы, организации учреждений, независимо от форм собственности и обязательному порядку ежедневно не менее пяти раз проводить дезинфекцию личного автотранспорта помещений, в том числе магазинов и салонов красоты. Особо обращаясь к людям старшего поколения, без крайней необходимости не выходите из дома и соблюдайте гигиену. Мэрия города Бишкек проводит работу по социальной поддержке населения. Районные администрации принимают заявки и звонки по социальной помощи. Акция «Помоги ближнему» действует на территории города Бишкек до момента завершения эпидемии. Если ваш сосед нуждается в помощи и у вас есть возможность, помогите ближнему. В городе Бишкек сохраняется угроза роста числа зараженных COVID-19. Количество зараженных и контактных лиц пойдет на спад только при условии полной самоизоляции, сведения к минимуму контактов наших граждан. Пользуясь случаем от имени мэрии города Бишкек и горожан, выражаю благодарность президенту Кыргызской республики и правительству за всемирную поддержку и помощь горожанам в эти трудные для города дни. Эпидемия коронавируса явление временное. Оно обязательно пройдет. Уважаемые горожане и гости столицы, убедительно прошу вас оставаться дома. Без крайней необходимости не выходить на улицу. Особенно воздержитесь от прогулок по общественным местам, паркам и скверам. Без преувеличения могу сообщить, что это вопрос жизни и смерти. Только соблюдая правила домашнего карантина можно избежать массового заражения и не допустить перегрузки системы здравоохранения тысячами больных. В эти трудные дни от имени горожан разрешите искренне поблагодарить наших медиков. Они, исполняя клятву Гиппократа, вне зависимости, будь это стоматолог, хирург или терапевт, все вместе борются с эпидемией коронавируса. Сегодня мы восхищаемся героизмом наших медицинских работников и благодарим их за работу. Субтитры создавал DimaTorzok